Расследовать дело о жестоком убийстве настоятеля свято-троицкого Данилова монастыря в Переславле-Залесском будут специалисты центрального аппарата СКР. Они уже изучают обстоятельства произошедшего. Тело игумена Даниила нашли в его келе со следами насильственной смерти. В монастыре говорят, что нападавший использовал нож. Таких подробностей Следственный комитет не приводит, но там сообщили, что в деле есть подозреваемый. Его имя не называется, однако известно, что на причастность к убийству проверяют одного из трудников, временного жителя обители. Тот внезапно исчез. Изучают и другие версии преступления. Как говорят в епархии, отца Даниила, которому было всего 42 года, знали как очень скромного человека. Монашескую жизнь он начал в середине 90-х, почти сразу после возвращения церкви свято-троицкого Данилова монастыря. Замечательный, добрый, живущий человек, оттруженник, молитвенник. У всех о нем только добрые воспоминания. Вот всегда бывает, слава Богу, в жизни каждого человека такие люди, с которым не просто так вот комфортно, а ты знаешь, что всегда можно на него опереться. Он не откажется, когда у него что-то просишь. Всегда вот так вот скорбь на помощь. Слова о скорби верующим направил патриарх Кирилл. Он написал, что с болью в сердце воспринял известие о гибели игумена, который много сделал для возрождения древнего монастыря. Предстоятель выразил соболезнование всем, кто общался с отцом Даниилом, и теперь потерял духовного наставника.